Добрый день! Наши зрители, наши пользователи давно уже нас не видели. Мы уже сколько, наверное, неделю не снимали ничего новенького. Ну и теперь по просьбам трудящихся, по пожеланиям, сегодня мы рассказываем о таких чудесных растениях, как хои. Надо сказать, что вот растительный мир весь устроен, как бы, я считаю, на две части разделен. Одни растения, это как растения, ну, в обычном смысле этого слова, там, деревья, трава и все такое. Другие растения, они обладают какими-то необыкновенными изменениями в листьях, в стеблях и выглядят как-то достаточно странно, ну, по сравнению с обычными. Вот хои как раз к ним и относятся. Ну, еще такие странные растения, это те же орхидеи, например, или, например, там, телянсии, которые растут, не пойми как, в воздухе подвешены. Вот хои это тоже очень интересная такая вещь. И тоже любителей хои очень много. Вот рядом со мной уже все знакомы, это Наталья Шапира, директор магазина орхидеи. Но кроме орхидеи, она еще, конечно же, обожает хои, потому что вот, потому что они относятся к таким странным растениям. И потому что они близки к орхидеям. Да. Растут часто в одних условиях, сопровождают друг друга, поэтому, ну и вообще это растение чудесное. Чудесное. Очень красивое, разное. Я даже вот будучи первый раз в Таиланде, я пришла, ну, там, маленький магазин на дороге, и я стала, значит, смотреть, какие орхидеи мне купить. И я увидела вот такую хою, у нее было два листа. И я не поняла. Вот сейчас видно, да, что это не орхидея. А когда это было два листа, я спрашиваю продавщицы, это орхидея? Ну, она, конечно, ничего не поняла, Тайка. Ну, кивала мне головой на все, да. Вот просто, ну, просто необычный совершенно лист. Значит, ну, давайте начнем с того, что самые распространенные хои, кстати, у нас ее нет. Карнозы нет. Карнозы нет, да. Она еще по-другому называется восковой плющ. Она была очень распространена в домах, ну, в общем, достаточно давно. Но я помню, там у меня знакомая, я еще маленькая была, какие-то знакомые, приходишь, и висит эта хоя, и она так вдоль окна, как это я сейчас помню, над окном, вот так вдоль, там, не знаю, два-три метра. И вот такие вот восковые цветы, которые еще и пахли. Капают с нектара, который весь такой сладкий, пробуешь он прям сладкий. И несмотря на то, что хоя очень зависима от цвета, именно карноза цвела в самых простых, на холодильниках, где-то там закрученные, заводаны, и прекрасными, яркими вот этими соцветиями. Да, а соцветия просто как искусственные. Они такие, да, они такие красивые, такие вот полукруглые, а состоят из таких звезд окаемленных. Ну, в общем, очень красиво. Значит, самое близкое из того, что у меня сейчас вот здесь волшебный ящик, я буду доставать. Самое близкое, что похоже на эту карнозу, это, наверное, вот это. Это в прошлом году нам привезли... Нет, это привезли из Бина, из ботанического сада, из Питера. Но это какая-то природная хоя. Ничего у вас там нету в бурочке? В бурочке. А, вот, бурочка есть. Лобби, бурочка, есть бурочка? Хоя лобби. Да. Очень красивая. Да, розовые, посмотрите. Да, вот у нее розовые пестрины такие. Розовые пятки. Ну, а листья вот похожи на карнозу, да? У карноза они чуть поострее, может быть, да, и потемнее. Да, и подлиннее. Да, и подлиннее. Вот. А так вот она вот такая. И ухой, конечно, они славятся с интересной расцветкой, формой листьев. Вот сейчас мы и будем смотреть. Ну, значит, название мы сказали, но на самом деле, собственно говоря, что вы, смотрите просто, как она выглядит, да? Дальше давайте будем показывать. Вот тоже что-то интересное тоже, по-моему, или из Питера, или это вы давали. Вот это я давала. Она тоже неизвестная такая, я ее пока еще определить не могу. У меня взрослые экземпляры, тоже очень красивая, аккуратный лист, мелкий, с такими ярко выраженными желкованием на листе. Но вообще хоя очень приятная. Не цвела пока вот в условиях у меня, но растет очень хорошо. Ну да. Да, растет очень хорошо. Ну и цвести-то им особо не нужно. Вот у меня хоя, которая все время цветет. Вот у нее опять новое соцветие. Посмотрите, какой рисунок на листе. Да. Но она при этом цветет, но вот это, по-моему, уже завела. Вот. Но не растет. Какой лист сам. Да. Лист кожистый, жесткий. Да. Очень красивая хоя. Красивая хоя. Ну, давайте теперь поговорим о том, все-таки, какие нужны условия для их роста. Ну, хоя у нас тоже, мы считаем, полуэпифит. Да. Да? А вы в каком субстрате ее держите? Я держу в очень рыхлом вот такой смесь кокосового волокна, торфа, перлита. Ну, такой, чтобы был вот очень рыхлый, без застоя воды. Да. Полив умеренный? Да. Полив всегда умеренный. Хоя лучше перенесет пересушку, чем избыточное увлажнение. Сразу начнется гнили. И, в общем, ни к чему хорошему это не приведет. Да. Вот, смотрите, у меня тоже вот здесь кора с омхом. И вот я вчера их поливала. А вообще, я их просто досушиваю до того, что горшок ничего не весит. Вот до такой степени. Вот ничего не весит горшок, пролила. Причем тоже пролила, не надо так очень сильно, да? Вот так немножко полить, да. Дать немножко влаги и достаточно. В общем, для того, чтобы было понятно людям, которые, допустим, хоя не выращивали, но хотят начать их выращивать, то, конечно, скажем, что первое условие – свет, второе – чрезвычайно умеренный полив, да? Да. И третье – тепло. А, тепло, конечно. Хоя любит тепло. Хоя не любит перепадов, хоя не любит понижения температуры. Всегда тепло. А вообще они откуда? Из Азии? Да, они азиатские. Они азиатские. Вот, смотрите, вот еще замечательное хоя, да? Теллинеарис. Прекрасное хоя, очень красивое. Как водопад. Да, соцветия будут на концах побегов, такими прям в несколько вот этих вот звездочек собранными белого цвета с темным центром. Очень красивое хоя. Они опушенные, листья вот на ощупь, они волосистые, опушенные. Ну, в общем, очень красиво. Поэтому я считаю, что если уже собирать хои, вот обязательно она должна быть в коллекции. Тем более, что она, в общем, достаточно распространенная, она продается. А вот тоже с мелкими такими листьями, но уже более редкая, да, Наташа? А это хоя ритуза. А, во, ритуза. Хоя ритуза, да, она пореже встречается, она нарастает еще очень красиво. Она нарастает вот какими-то такими... Пучками. Очень красивая хоя. У нас тоже было много гнезд, но ахиста взяла и уже их посадила к выставке на размножение. Видите, этот субстрат такой? Полтора, пол какой-то там, в общем, вот такой все очень рыхлый. Очень, очень рыхлый, очень рыхлый. Даже, даже я предлагаю вот людям, у которых, например, хоя сидит в одном горшке очень долго, да, но вследствие именно временных каких-то вещей субстрат подразложился и стал более клёклым. Надо поменять. Да, слеживание, конечно, не годится совсем. Вот, ну вот, видите, какая красота. Вот тоже какая-то из узколистных. Не знаю, откуда она. Я думаю, боюсь ошибиться, но мне так кажется, что это хоя лангифолия, длиннолистная. Да, 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 может быть. Очень она похожа. Не знаю тоже, наверное, может быть, тоже избина. Может и избина, может быть. Вот ещё избина у меня несколько интересных хой. Сейчас покажем. Вот такая. По поводу размножения холка. Размножение чрезвычайно простое. Да, просто отрезаем кусок и кладём на субстрат. Можно слегка прижать какими-то шпильками или же просто чуть присыпать той же вот корой этой трухой. Вот, всё, и она моментально пускается в рост. Укореняется чрезвычайно хорошо. Даже вот если вот так вот стоит на стеллаже, да, и вот, допустим, на стеллаже мокрый. Вот я сейчас отдирала одну хою, потому что вот эту, она просто приросла. Вот у неё уже везде корни. Видите, вот они, вот мелкие корешки. Кстати, вот это есть название. Не знаю, смотрите. Да, куртизу, да, она. Но вот эту я вам уже отсадила, она уже пошла в рост. Сердечко, мраморность какая красивая. Необыкновенные, тоже суккулентные, слегка пушёные листочки, вот такие мраморные. Да, надо сказать, что близкий родственник хой – это дисхидия. Дисхидия, да. И вот часто даже трудно бывает определить, хоя это или дисхидия. Мне так кажется, что вот это будет дисхидия у вас. А вот, смотрите, а вот это. Мне так кажется, что это дисхидия. Вот она, мне кажется, пришла из бина, как хоя. А вот по виду она дисхидия. Да, а похоже на дисхидию. То есть часто можно и запутаться. Но у них агротехника одна и та же, что у дисхидии, что у хой. Поэтому, если даже вам попала случайная дисхидия, у хоя точно такой же. Вот. Ну вот видите, как похоже. Но вот это вот точно из бина и написано хоя, да? Да, хоя. Ну, в общем, не знаем. Вот тоже вот такая вот прекрасная штучка. У неё есть, кстати, пестролистная форма. Помните, мы покупали с вами во Вьетнаме? Вот у меня, по-моему, она осталась, эта пестролистная. Да, должна быть. У Натали собрана большая коллекция хой. У нас что-то тоже есть. Так вот, это далеко не всё, что я сейчас показываю. Но ещё всегда находится, например, на выставку мы пришли, да? Смотришь, а там вообще совсем другие хои. То есть их огромное множество. И опять хочется. Да. И опять хочется. Конечно. А вот это моя, Макрофил. Прекрасная хоя, очень красивая, тоже с красивым рисунком. Молодой лист с розовым, вот этой окантовкой. Очень красивая хоя, добротная, высокая, даёт длинные побеги, вырастает хорошо и очень хорошо растёт. Беспроблемная. Да, вот она мне тоже кажется, что совершенно беспроблемная, несмотря на свою пестролистность. А эта хоя, она тоже из бина. Вот давайте посмотрим, что тут написано. Вот, видите, тоже вот с таким длинным, вот с таким длинным листом, но окаймлённым. Видите, вот так она окаймлена. Коричнево-портовая. Да, да, это просто после зимы как бы окраска не такая яркая, но вот эти листья уже сейчас весной, и посмотрите, уже совершенно, да, другая яркая окраска. Очень глянцевая и такая, ну, в общем, симпатичная. Вот. Так что вот такая. Ну и... Жемчужина коллекции. Жемчужина коллекции. Это та. На сегодняшний день последнее, о чём мы расскажем. Это, конечно, вот это чудо. Вот. Володь, вот ты, увидев вот такую палку, вот с такой вот хренью на ней, что бы ты сказал? Что это? Болезнь какая-то. Болезнь какая-то, да. А это не болезнь, это хоя умбриката. Прекрасная, великолепная, редко встречающаяся. И вообще люди, у которых она есть, я считаю, это... Это счастливые люди. Да, это счастливые люди. Найдите такую где-нибудь. Конечно. Но надо сказать, что у нас она из природы. Нам привёз наш один знакомый, который ездит в разные страны, он тоже очень увлечён растениями, вот он нам привёз. Вот буквально один лист, вот видите, один лист. Я его вот так привязала к палке вот этой маховой. И вот это дано вот буквально неделю назад. То есть вылез маленький побег тоненький. На нём образовалась пуговка крошечная 5 мм. Эта пуговка росла-росла. Буквально за три дня она становится вот таким новым листом. И дальше опять вот она уже поползла, и поскольку ей есть куда прикрепиться, сейчас она даст ещё один лист. А когда открывается, ещё скажите, что она такого красно-коричневого цвета. Да, вы сами можете сказать. Да, она красно-коричневого цвета. Она очень красивая. Она меняет цвет уже вот когда лист открылся совсем. А открывается совсем тёмная, но великолепная. Вот это, ну какое-то растение, ну совсем для нас непонятное, неординарное. Инопланетяне какой-то. Да, инопланетяне. Вот. Ну, в общем, вот на этой интересной ноте мы заканчиваем свой рассказ сегодня о коях. И хочу сказать, что я уже сказала, что большинство хои это полуэпифиты, да? То есть. А это вот облигатный эпифит. Уже ей вообще ничего не нужно. Только куда-то прислепиться. Всё. Выращивайте хои, любите хои, покупайте хои. Вас они будут радовать в течение всего года. Отсвести им совсем не обязательно. Не обязательно. Они красивы своей листвой. Своей листвой. Всего вам хорошего. Не забывайте подписывайтесь на нас. Своим знакомым говорите про то, как мы интересно про всё рассказываем. Всего вам доброго. До свидания.